Сейчас покажем как рыбу ловить надо. Похож? Это он. Пора начинать ловить, но придется в этом году не купаться в Амуре. Красный, красный огромный. Кушается икры у нас много, мы еще подложим. Я попробую поймать рыбу, а не кильку. Какой-то я имею в виду. 7000 километров. Посмотри, что-то знакомое. Я это тоже где-то видел. Ну-ка подожди-ка. Похож. Это он. Граф Муравьев Амурский. Первую сторону нашли. Идем искать вторую? Да, идем. Погнали. Вот если смотреть оттуда, как раз вот он видит. Откуда смотреть? С той стороны с горы. То есть если вот так, да? Да. Надо выше подниматься и вот пошла решать. Вот как раз пиль и вот дорога. Точно так же, как мы стоим, только выше и назад чуть-чуть. Согласен. Короче, выше надо подниматься. Туда? Да, туда. Китай находится в той стороне и от нас это буквально там, наверное, 20-30 километров в зоне видимости. Не так далеко. А вот он он, мост. Немножко фантазии и фотошоп и пятитысячная купюра у тебя в руках. Какую Рома использует детенку? Ты из Карелии тайные же снасти какие-то привез. Но посмотреть не дам. Только издали. Почему? У тебя какая самая большая блесна по сантиметрам? 35. 35? 35 сантиметров блесна. У нас таких нет. У нас 25 воблеры самые большие. Здрасьте. Здрасьте. Ну как, привет? Треть раз в этом году вышел. Некогда. А вообще какая рыба здесь ловится? Ну, всякая. В основном верхоград здесь. Верхоград сейчас подошел вот желтощет. Крупного размера? Бывает крупный. Потому что я слышал, верхоград бывает там и... Нет, верхоград до 10, желтощет до 30. Очень приятно. Ну, тут при мне брали 20-25. Прямо на набережной? Прямо у берега? Я вот оттуда кидал. Вот сюда, под камнем. Здесь народ стоил, они кричали. Выход есть, выхода нет. Выход есть. Но я тогда, по-моему, на попер кидал. Ну, небольшое заглубление, где-то метр, метр двадцать. Это очень большое для желтощека. А верхоград вот на этом моске, рано утром или вечером. Ну, малюк подходит вот сюда, под стену. Вот. Понятно, он его автомат. Да, только светает. Можно даже не кидать. Начинает он играть, ты его слышишь. Все, начинаем. У нас по 10, по 2 человек здесь собирается. А таймень здесь ловят? Здесь таймень. Не доходит, да? Нет. Надо куда ехать? На горной реке. А куда? Весь край. Ну, и какой самый крупный таймень? 32 килограмма. Ну, можете в инстаграм зайти, у меня есть фотография. До этого было 25-10, я не считаю за рыбу. 10-12. Для разогрева. А? Это для разогрева получается. Ну, не интересно. Мне уже не интересно, честно говоря. Вот здесь на пляже, где мужчина сидит, да? Ну, когда пришли, сели на сама ночь. У меня был, скажем, такой спинек. Ультралайт, что-то 2,11. По ему дайва была плетенка на 4 килограмма. Взял саман на 16 килограмм. На ультралайт. На ультралайт. На ультралайт. Это такие спортивные результаты. И сейчас 7-35 грамм. Это я взял, думал, желтачок увижу. Я у ребят поспрашивал, не видели сегодня желтачок. Ну, что он выходит, он сыграл, он отошел, кругу сделал, опять подошел. Хорошо. Последний вопрос. Какие топовые блесны либо воблер на тайме не используете? Это миновка какая-то, да? Да, это маленькие. Миновка до метра, наверное. Да, это такая быстрая проводка. Ну, вот у меня воблера вот такие. Угу. 20-20. Да. Сейчас хорошее время для таймени или еще не очень? Нет. Вы попали на большую воду. Сейчас циклон идет, все, вода поднимается мгновенно. Вот такая на речке горная, не будете рвать. Это очень трудно взять таймени. Я даже на речку не выхожу. Надеюсь, ребята, вам повезет. Ну, немножко рановато. В сентябре хотя бы числа 10-го. Вот самое то, ребята. Ну, мы, ребята, упорные. Я знаю, я знаю. Я ваш канал смотрю. Я журнал это смотрю постоянно. А вот это очень приятно. Ну, ладно. Увидимся, как говорится, на главном. Вам ни хвоста, ни чешуи. Спасибо за информацию. Важно. Счастливо. Удачи вам на рыбалке. О, ребята. Что это вы тут делаете? Отменили рейс, перенесли из-за погодных условий в Чумикане. Мы решили сходить на рыбалочку. Зачем нам зря терять время? А меня с собой возьмете? Снаряжение потестим. Все. Пошли. Эх, Мишаня рыба сейчас попрет на карельскую-то приманочку. Вот в Хабаровске наш рейс перенесли. Мы решили выйти на Амур. Рядом с главной улицей. У нас есть целые сутки до следующего вылета. Мы их просто так не потратим, а половим местную рыбку. Здесь водится желтощек, верхогляд, сомики, аух, краснопер. Достаточно богатый выбор рыб. Вот сейчас видим тоже, что малек плескается, выпрыгивает из воды. Значит, тот его там гоняет. Вот надо подобрать теперь ключик к тому, кто гоняет, и отловить его. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы занимаетесь своими желаниями? Мы вам вручаем, что купаться нельзя и такое все. Ага. Ага. Окей. Сколько плавка? Вот Романа еле остановили от купания. Он взял плавки с собой. Но придется в этом году не купаться в Амуре. А когда у вас купальный сезон? У нас? Да. Да его практически тут и нет. Сегодня нельзя закрыть купальный сезон. Вот так вот. Советы купающимся, чтобы соблюдали меры предосторожности. Это, по-моему, чернопузый длиннохвост. Миш, на что взял? Взял на пустую леску. Просто из крепки загнул и все. С ударом или повисли? Да еле удочку удержал. Спиннинг из рук вырывал. А проводка какая была? Равномерочка? Равномерочка с подбросом. Местные рассказывают, что ловить нужно на мелкие приманки. Но на мелкие что-то не особо хочет клевать. Попробуем сделать наоборот. Попробуем поставить вот сто тридцатого ревеншемер. Попробуем на него. Возможно, перемена приманки сейчас сработает. Не рискуете? Да. Я думаю, что надо попробовать все-таки на вот этом. Реально же красиво. Если не поймаем ничего сегодня, то вот есть коробочка для ужина. Будем питаться. Тоже рыбками. Ауха клюет здесь на джиг. С собой у нас джига нету. Но были тейлспиннеры. Сейчас мы их поищем. Так. В общем, выглянуло солнышко. За солнышком появились у нас подемка какая-то, да? Подемка, мотыльки какие-то. За ней вышла поверхностная рыбка. Нам тут подсказывали местные, что это остробрюшко. За остробрюшко должна выйти рыба покрупнее. А за ней самая крупная, ту, которую мы приехали ловить. О, вон поймал. Какая-то она худая и длинная, и пятнистая, как форелька. Даже задний плавник пятнистый. И верхний плавник пятнистый. Офигенно! Увидели сибирскую рыбу на реке Амур. Впервые за день рыбалки. Ударило прямо в руку. Вот такое ловится на Амуре. Если бы сорвалась, Миша бы рассказывал, что вот такая. Килограмм на пять была. Так и было бы. Тарас, ну спасибо тебе, что прокатились. Как бы откликнулся на нашу беду. Пока мы там ждем самолет. Слушай, есть пару слов. Вот расскажи именно специфика ловли. На что ловят у вас? Где ловят? Ну, начнем с того, что наверное... Да, тут немного другая фауна, нежели чем в центральной части России. Здесь преобладает рыба азиатского происхождения. Ауха, верхогляд, краснопер монгольский, желтощек, амурская щука. Вы ее сегодня уже увидели. Как правило, у нас все привязано вот к таким местам. Отбойные струи, закрутки, границы течения с тихо водой. Если мы поем на лодке, допустим, это будут концы островов. Деревья потоплены в воде. Там, где крутит, в общем. Я заметил, вы на такой большой струе используете очень маленькие груза. Там 10-8 грамм. Вы... Ну, как? Она же не опускается. Слушай, мы на струе не используем. Мы используем на струе пилкеры, как раз, для верхогляда. Чтобы он хоть как-то опускался, когда он стоит у дна и берет около дна. А там, где граничит с тихим течением, да, мы используем в легких грузах грамм 10, не больше. Тарас, тебе огромное спасибо за помощь. Мы обязательно, я думаю, что еще вернемся сюда и поймаем верхогляда. Поймаем алху, которую нам, к сожалению, не удалось сегодня поймать. Но еще осталось... Немного времени. Пять забросов на каждого. Может быть, что-нибудь поймаем. Спасибо тебе большое. Да не за что. Обращайтесь. Как говорится, ни хвоста, ни чешуи. Ни чешуи еще раз. Вот опять приехали, черти куда. Погода нелетная. Рыба не клюет. С этим что-то надо делать. Пора начинать ловить. Давай сейчас дуплетиком. Ого. Верхогляда. Ого. 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 Семь тысяч километров по Зайпе. Мы почти на месте. А мы туда поставим. Здравствуйте. Без палочек никуда. Ну все, поехали. Огонь. Главное не потерять оператора. Вперед. Теперь 8 часов ехать на Тешиме. Друзья, название нашей базы Дом Тайменьи. Ну, соответственно, первое слово Дом. Поэтому Дом подразумевает то, что вы наши гости. Так как вы наши близкие дорогие гости, то мы с удовольствием позволяем вам распоряжаться здесь как угодно, чем угодно. Если что-то не знаете, конечно, спрашивайте. Но в целом, все, что касаемо кухни, бар, вы можете сами подходить, брать в любое время дня и ночи. Утром, вечером, ночью. Я понимаю, акклиматизация. Может быть, ночью захотите покушать. Встанете, на кухне есть холодильники, там что-нибудь найдете, икорка, хлебушек. Всегда можно сделать бутербродик и перекусить. Напитки все здесь у нас расположены. По напиткам я вас сориентирую, что можно где брать. Тоже чашки здесь. Чай здесь. Кипяток здесь. Ну, тарелки всегда здесь. Чистые, помытые. Там вилки, ложки тоже всегда здесь. Библиотеку вы видели. Библиотеку тоже можно пользоваться. Телевизор вот в углу. Wi-Fi, пароль мы вам сказали? Не нужно нам на Wi-Fi. В общем, не говорите на пароле. Это наоборот хорошо. Как раз можно отдохнуть. От телефонов, от WhatsApp, от соцсетей. В общем, спокойненько здесь отдохнем и порыбачим. Приятного аппетита. Присаживайтесь. Давайте пообедаем. Рома, ты же любишь поесть? Давай скорее садиться кушать. Нет, после такого увлекательного рассказа я буду есть только ночью. И пор, и хлебушком, и сидеть в интернете, когда никого нет, и все спят. Только так. Вы не могут скушаться, иклю у нас много. Душать, иклю. Мы еще подкушим. Хорошо. Царское блюдо. Мы не охотились, мы сделали, скажем так, засидку такую, разглядывали в бинокль, там в бобсинку. Смотрели на этих медведей. Но не собирались стрелять. Только в случае каких-то агрессивных действий. Вот эти вот медведи, самые большие, самые крупные, они самые умные. Они никогда не будут нападать на человека. Они живы до сих пор. Только благодаря тому, что они всегда человека избегали. Ева, любишь рыбу? Дай лапу. Дай лапу. Дай лапку. Такую рыбу видела. Таймень я видела? Большой таймень? Большой таймень в реке? Или маленький? Или не очень? А, Ева, какой таймень водится? Какой? Алинки. Ах, а ела? Ела, небось? Ела. Икру, небось, тоже трескала. Хорошая собака. В общем, сейчас мы вам покажем, как местные ребята ловят рыбу. Одна из бригад согласилась на съемки. Сейчас будут заводить небо, мы покажем весь процесс. Сейчас мы покажем, как рыбу ловить нам. Волокая рука. Сейчас будем заводить небо. Ребята будут сопровождать на берегу и с лодки его запускать. И как с плавной сетью идти вниз по течению. Какие-то метров через 500-600 будут ее вытаскивать. Сейчас как бы уже основная волна рыбы прошла, поэтому будет, можно сказать, остаточная. Но все равно посмотрим, как вообще процесс устроен. Сеть выматывается. То есть, чтобы она ровно выматывалась, ее нужно сложить должным образом. А как определяете, что пора заводить сеть? Ну, рыба прыгает. О, это Миша пошел помогать. Получается, всю рыбу в конец течения досносит, когда собираетесь. Все, все туда в угол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я ни разу это не видел, поэтому для меня это, конечно, новшество. Красная икра такая огромная. Прямо вот только что пойманная. А мы потом эту икру варим и пытаемся на ней поймать хариуса. Пока ничего не получается, но мы пробуем. Пока остальные ловят на икру, я попробую поймать рыбу, а не киньку. Сейчас проверим теорию, узнаем, как клюет. То есть сегодня первый ловит, тот проставляется. А, почти поймал. Борьба с комарами. Ветер в другую сторону, на ровну почти ничего не попал. Комары? Сдуху точно. Помрут все. Раз, два, три, четыре. Четыре с половиной. Четыре на берег. Это видите, что постарался. Ладит. О-о-о! Это маленький леночек. Таких маленьких мы не берем. Поэтому пустим его. Дови бабушку, дедушку. Прикольно. Особенно первые рыбы дают самые классные эмоции. Вот, хорошо. Снимать не пришлось. Приезжайте, в общем, в дом Таймени. Рыбы, море. Рыбалка прикольная. Местные ребята. Тоже добряки. Харизошков пока не было. Харизошков людей берем. Харизей берем, да. Смотри-ка. Это вот надо мастерством обладать, чтобы успеть подсечь рыбу перед тем, как она съест икру. Оп. Тоже объела, да? Это на большую рыбу насадочка. Ну-ка пробуем. А вам не кажется, что вы одного и того же время вытаскиваете? Может, его немножко подождать? Ну, немножко он это уменьшается. Я насадку делаю больше, а рыба уменьшается. Леночек маленький. Сейчас немножко расскажу про снасть, на которой я ловлю. Компания Чумикайн Тим. Это ультра-лайт. Тест. Наверное, 100-300. Такой широкий диапазон. Работать начинает от самых низов. Сейчас, наверное, у нас 2 грамма висит. Пытаемся поймать. В общем, палка отдает в руку, когда клюет рыба, там, весом 100 грамм. Очень чувствительная снасть. Очень чувствительная. В пятку отдает. Главное, одна составник, и так работает. Это мультимодульный супер графит. Я даже не знаю. Мне кажется, такие деревья растут только в Чумикане и его окрестностях. Стоит палка очень дорого. Примерно как билет от Москвы до Нью-Йорка самолетом. Вот мой коллега по рыбалке ловит на такую же снасть. Тоже, как говорится, из таких. В общем, есть чему поучиться всем производителям. Небольшое касание, вот прям чуть-чуть касание, приманочки, и все передается через руку вот сюда в мозг. И в пятку отдает еще. Очень круто. Вот, хариус берет на свежую икру, ловится отлично. Иногда ловится ленок, иногда вот такие хариусики хорошие. Смотри, синхронно как. Харизок. Харизочек такой. Такой вот харизочек. Оп. Такой небольшой. Но очень приятный. Нельзя отвлекаться. Не на секунду. Короче, Витя всех сделал. Все понятно. Витя проставляется. Понятно. Вот эта блесна является собирательным образом снастей, на которые ловят местное население и приезжие туристы. Самым распространенной блесной являлась опиленная столовая ложка, у которой с одной стороны делалось крючок, с другой стороны делалось сверстлюжок и леску. И вот на обычную ложку столовую здесь пройдут достаточно приличные трофеи, экземпляры таймей. Игру этой ложки мы можем много повторить блесна и колебалки. Вот одна из этих блесен. Но это самодельная блесна, сделанная из куска латуни, на которой был пойман не один таймей. Я на эту блесну не ловлю. Она мне дорога как память и вообще как предмет искусства. Она у меня здесь хранится. На стене в гостиной, как, наверное, какой-то амулет. Для того, чтобы гости нашей базы ловили всегда хорошие трофейные трофеи, всегда выезжали довольны. И возвращались вновь и вновь для организации новых экспедиций и походов, которых мы здесь можем предложить множество. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова